Всем привет! Сегодня у нас 8 января, новый день, новые начинания победы, новое вязание, но я продолжаю снимать мастер-класс на розовый джемпер для Софии. Уже связала росток и смотрите, кто мне помогает в съемке. Мурчик, мой помощник на сегодня. Лису взяли дети с собой на улицу поиграть, потому что она у нас вообще очень домашняя. Я пыталась ее сегодня так выпустить на улицу самостоятельно, но она сразу испугалась и забежала. Я ее нашла и снова вернула в дом, а вот детки взяли с собой, будут носить ее на руках, пусть подышит свежим воздухом. Думаю, пускай привыкает. Ну что, вот мой джемпер, кто не знает, сейчас немного ближе подойду. Да, снимаю снова же на полу, мне так удобно. Кто не видел джемпер, сейчас вам покажу поближе. Я себе бросила вызов, связать лучше, нежели предлагает нам магазин. В принципе, он похож на то, что нам предлагают, особенно вот эти вытянутые петли. Там немного другая коса, но я думаю, что в этом виде тоже неплохо. Мне нравится, как получается. Вяжу из пряжи Лизе Супер Луана. Файн. Могу ошибаться, но в мастер-классе вы все узнаете. Идет съемка. Думаю, что быстренько все свяжется. И до середины января мастер-класс уже будет в открытом доступе на моем канале. Вот такие мои продвижения. И также утро немного повязала плед. Покажу вам, сколько мне хватает мотка. Точнее, на сколько сантиметров хватает мне одного мотка. Вот так будет правильно. И еще у меня была очень вчера стрессовая ситуация для меня, для моего канала. Но я думаю, что об этом расскажу в отдельном видео. Так как ситуация сложная. И это требует внимания тех, кому это действительно нужно. То есть у кого есть каналы. А для зрителей, которые просто вяжут, просто смотрят мои видео, это будет неинтересно. Так что я не хочу занимать ваше время. Да, мурчик. 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 Так что сниму отдельное видео. Завтра сниму и выложу на канале. Чтобы у вас не случалось таких ситуаций, как у меня. У авторов каналов. Все. Я сейчас буду доснимать еще кусочек для мастер-класса. И потом буду продолжать вязать за кадром этот джемпер. Хочу вам показать, какая у нас замечательная погода. Солнышко пробивается в окошко. Как моточки вот смотрятся. Прям желание появляется вязать. За столько дней пасмурной погоды начинаешь ценить такие моменты. Я счастлива. Здесь стоит моя коробочка со всякими нужностями. Цветы для съемки видео. Это так случайно получилось. Книга с узорами. 260 японских узоров. И мой на данный момент любимый процесс. Это джемпер для Софии. Вот такая красота. Уже все самое сложное позади. Отсоединила рукава. Сейчас продолжаю вязать тело. Все легко, понятно. Я, наверное, уже бы его связала. Но меня останавливала та ситуация, что нужно снимать мастер-класс. Но я себе даю два дня на то, чтобы его закончить. Как вы думаете, у меня получится? Или вы все-таки сомневаетесь в моих силах? Пишите в комментариях. Будет для вас. Возможно, неожиданность. Возможно, вы были к этому готовы. У нас сейчас начало 11 вечера. Я хочу закончить сегодняшний влог. Но покажу вам много чего интересного. У меня есть продвижение по пледу. Есть почти что готовая работа. И также новый процесс. Ну что, начнем с пледа. Плед я вяжу очень большой. Из пряжи Элизе Суперлана Макси. Не буду останавливаться на составе. Скажу вам цвет 803. Знаю, что много присоединяется новых зрителей. Поэтому это будет информация актуальна. У меня три упаковки. И вот мои продвижения. Смотрите. Это плед резинкой 3х3. Три лицевые, три изнаночные. Он очень большой. Ширина его будет 170 см. Или 150 см. Где-то здесь у меня были записи. Так, плед. 170 см ширина. И я набрала 167 петель. У меня нет никакой... Так, это изнаночная сторона. У меня нет никакой обработки по низу. То есть, ни платочной вязки, ни риса. Этого я ничего не хочу. Хочу, чтобы просто шла резинка 3х3. Набрала 167 петель. Провязала первый ряд все петли лицевые. Точнее, изнаночные. Потому что на изнанке вязала. И перешла на резинку 3х3. Но здесь, чтобы не заворачивался край. Вот уже петля одна слетела. Такая большая. Я провязала кромочную. И должна была идти у меня резинка 3. Ну, 3 лицевые, 3 изнаночные. А у меня идет после кромочной 1 изнаночная. Затем 2 лицевые. А потом пошло по накатанной. 2, точнее, извините. 3 изнаночных, 3 лицевые. Так, до конца. До последних 3 лицевых. И снова же в конце у меня 2 лицевые. Изнаночная и кромочная. Вяжу на спицах номер 10. Это обычные китайские спицы. Я их заказывала, как и пряжу в магазине Вязанка. Ссылочка будет внизу в описании под видео. И также мне задавали вопрос под видео. В комментариях на какой леске. На каком размере лески вяжется плед. Очень интересно. Вяжу плед. Спицы у меня длиной 100 см. То есть леска и спицы составляют 100 см. 1 метр. Я так посчитала нужно. Потому что все-таки пряжа толстая. И такая длина как-никак лучше подходит. У меня ушло на вот эту высоту пледа. Ровно моток. Чтобы вас не обмануть. Сейчас здесь в концах запуталась. Да, вот этот конец нити идет от конца работы. То есть здесь... Ну, мне мотка хватает на 9 см. Что бы точно вам сказать. На 9,5 см хватает одного мотка. Я думала, что на 10 см. Но все же плюс-минус полсантиметра роли не играет. Лучше в хорошем бы случае начать новый моток в начале ряда. Но я решила, что нить буду сшивать. То есть прошивать там первых 5 см другим концом нового мотка. И тем самым соединять два конца мотков. Так будет правильно. Так я буду экономить пряжу. Этого не будет заметно в пледе. Так что все будет хорошо. Вот такие мои продвижения. Я извязала это. Я все сделала утром. Сегодня. Вчера и так не начала вязать. Была потрясена. Неприятная ситуация произошла на моем канале. Но об этом я расскажу. У меня это завтра. Но вы смотрите видео сегодня. Сегодня, если все получится, я расскажу, какая неприятная ситуация произошла на моем канале. Вчера ночью. Так, дальше покажу вам новый процесс. У меня осталась вот такая пряжа. Это Кид Махер. Очень хорошего качества. Мягкий. Совсем не колется. Вообще просто супер. Я вязала из него свой ажурный джемпер номер 5. По нему есть мастер-класс. Покажу вам фотографию. Возможно вас заинтересует. Захотите связать что-то подобное. То есть переходите по подсказке в верхнем правом углу. И вяжите с удовольствием. Мастер-класс очень даже подробный. У меня остался вот такой Кид Махер. И я заказывала себе пряжу. Будет вам видно. Гармони. Не хочет. Вот. Гармони в 100 граммах. 2400 метров. В 100% меринос. Цвет полынь. Загазывала всего 200 грамм. Думала, что буду вязать шапку. Но потом поняла, что шапка мне не подойдет в таком цвете. Вот столько у меня этой пряжи. Уже начинала вязать бактус. Но так не сложилось. И в итоге я решила скомбинировать эти пряжи и начать вязать новый бактус. Вот так это все выглядит на начальном этапе. Здесь идут разные секции. Как вам видно. Начинала вязать от угла. Набирала 4 петли. Вязала лицевые петли. Делала прибавку в конце ряда. Провязывая предпоследнюю петлю. Точнее из одной петли. Предпоследнюю петлю вывязывала 2 петли. И потом здесь дальше идет одинарный рис. Затем вот такой ажурный узор. Вот здесь использовала чисто кидмахер. А уже где полосы использовала 4 сложения. 100% мериноса. И 1 ниточку кидмахера. Получается вот такая красота. Необычная. Снова провязала такой несложный узор. Здесь раппорт узора 6 петель. Да, вроде бы так. 4 лицевые, накид, убавка 2 петель. Идет с наклоном влево. И дальше я буду чередовать. А потом выйду на какой-то красивый узор. Мне так хочется, мне так видится. Путаю, сижу. Так это в принципе у меня в голове и ассоциируется. То есть путаю петли. Что в голову придет, то и буду вязать. Что-то подобное я видела в инстаграме. Захотелось чего-то интересного скомбинировать свои остатки. Вот какая идея здесь положена. Извязать остатки. Если мне понравится, то буду дальше в таком плане извязывать свои остаточки. Эти платки, бактусы, думаю, что буду дарить. Так что буду очень стараться, чтобы все получилось идеально. Ну а там как карта ляжет. Это мой новый процесс. Так я сегодня не начала вязать авантюру. Думаю, что начну завтра. У меня есть желание поначнать. Так это вообще все убираю, чтобы не мешало. Потому что сейчас я хочу вам показать почти готовое изделие. А это изделие я вяжу вот из этой пряжи. Снова же Ализе Суперлана, только уже классик. Тоненькая. Здесь в 100 граммах 280 метров. Да, в принципе, я вам показывала этот процесс утром. Вот вяжу из этой пряжи. Цвет 518. Состав 75% акрил, 25% шерсть. Кто не любит акрил, пожалуйста, закройте глаза, уши или выключите видео. Потому что из этой пряжи в два сложения я вяжу джемпер для своей младшей дочки. Софии. Также у меня сегодня был опросник в инстаграме. А в сторис я задавала вопрос, кому же я вяжу джемпер в этом цвете. Там был вариант ответа себе, Диане, Софии. И последний вариант мужу. И Оксана Маркина выбрала последний вариант. Я понимаю, что это все в шутку. Понятно, что в таком цвете джемпер мужу я вязать не буду. Ну или свитер. Вот. И сейчас показываю. Хочу сказать, что я очень довольна результатом. Даже это почти я ничего не сказала. Как я рада, что у меня получилось. Вы не представляете. И еще больше радости мне предоставляет то, что я снимаю для вас мастер-класс. Ну что, показываю эту красоту. Так, реглан вы сегодня видели. Вот я довязала низ. Даже подниму вам камеру, чтобы показать вот так. Не под углом. Точнее, под прямым углом. Вот. Очень красиво, прям волшебно-сказочно. Я в восторге. Счастливо, довольна. Мне очень нравится. И у меня задача завтра связать рукава. Я бы и сегодня их начала вязать. Но также цель у меня в этом году ложится не позднее 11 часов вечера. То есть вернуться к прежнему своему режиму. Так как я заметила за собой, когда я ложусь после 12, мне очень тяжело встать утром рано и что-то делать. Я целый день хочу спать, поэтому я возвращаюсь к своему прежнему режиму ложиться не позднее 11 часов вечера. Смотрите, здесь красивый вот такой узор переплетения. Немного есть ажура. Лицевые ряды, где комбинируется, точнее сочетается лицевая спущенная. Дальше закончила резинкой один на один. Закрытие иглой и разрезы. Великолепно смотрится. И не очень бросается в глаза, что они как-то расширяются очень сильно. Нет, все аккуратно, все красиво. Я прям в восторге. На соне сидит великолепно. Так что, возможно, я что-то свяжу из бобинной пряжи. Тоже будут вытянутые петли, но здесь уже центральный узор будет другим. Почему оставлю вытянутые петли? Потому что очень красиво вытянутые петли смотрятся, когда пряжа в несколько сложений. Очень красиво. Очень красиво. Поверьте мне. И для этого идеально подходит бобинная пряжа, потому что она тонкая, она не колется. Приятно. Надевала Софии на голое тело этот джемпер. Почти полуготовый джемпер. Она сказала, что нужно поддевать маечку. Наверное, все-таки ей клалковато. Но думаю, что немного, так как она бы сказала все-таки правду, что очень колется. Сказала, что просто нужно поддевать маечку. И правда. Под джемпер, я считаю, обязательно нужно надевать легкую майку. Вот так бока смотрится. Здесь азиатский росток. Но завтра моя задача связать рукава. И все. Изделие будет готово. Так, поставлю назад камеру. Вот так у меня сегодня прошел день. Все-таки мне один день выходного пошел на пользу. Я отдохнула и с новыми силами готова для вас снимать мастер-классы, придумывать новые изделия, идеи, делиться с вами этими идеями. Я желаю вам хорошего настроения. Вяжите с удовольствием своим родным и близким, также себе. Помните, что вас люблю, ценю. И всем пока-пока!